Здравствуйте! Это программа «Территория права». Содержание своих несовершеннолетних детей является не правом, а обязанностью родителей. Поэтому алименты могут выплачиваться, даже если родители несовершенного не состоят и никогда не состояли в зарегистрированном браке. Как правило, алименты на содержание ребенка выплачиваются одним из родителей, другому родителю, который проживает совместно с ребенком и занимается его воспитанием. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации алименты выплачиваются по решению суда, либо по соглашению сторон. Вот поговорим сегодня на эту тему. Соглашение об уплате алиментов рассмотрим стороны. Основные условия этого соглашения гости в студии нотариус Красноярского района Самарской области Ольга Александровна Портнова. Здравствуйте, Ольга Александровна. Ну что же, традиционно мы работаем в прямом эфире 202-11-22, телефоны прямого эфира в студии. Если у вас есть вопросы по теме, звоните. Если есть вопросы к нотариусу, консультация, также милости просим к нам в эфир. 30 минут вашего и нашего времени сегодня, здесь и сейчас. Ну что же, прежде всего, какими законами регулируется решение данного вопроса, то есть заключение алиментного соглашения. Если я правильно осведомлена, право оформления данного документа теперь отдано нотариусам? Начнем с того, что алиментные обязательства членов семьи регулируются Семейным кодексом Российской Федерации. И это обязательства по содержанию нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи. Эти категории перечислены также в Семейном кодексе. Кто является плательщиком, кто имеет право на получение алиментов. Эти платежи алиментные могут уплачиваться как в добровольном порядке, так и если стороны не достигли соглашения, то в судебном порядке, как вы правильно уже отметили. Если стороны достигли все-таки договоренности и определились с размерами платежей, с порядком их уплаты, то они могут в добровольном порядке заключить соглашение об уплате алиментов. Да, действительно, для соглашения об уплате алиментов предусмотрена обязательная письменная форма и подлежит нотариальному удостоверению данного соглашения. То есть обязательно нотариальное удостоверение для соглашения предусмотрено законодательством. Документы. Ну, соответственно, у любого нотариуса, соответственно, его можно оформить. Да, абсолютно верно. У любого нотариуса, к которому удобно обратиться или по каким-то определенным личным симпатиям, да, и можно обратиться и удостоверить такое соглашение. Скажите, пожалуйста, а заранее вот оговаривать эти условия между супругами или между людьми, у которых есть несовершеннолетний ребенок, нужно? Ну, я имею в виду здесь, то есть нужно сначала договориться об этом соглашении, потом уже идти к нотариусу, либо это как это все происходит. Проще говоря, может быть, даже на каком-то примере приведите, пожалуйста, чтобы было понятно. Ну, конечно, как правило, все-таки люди уже договариваются о чем-то и с какими-то конкретными предложениями, да, и своими вопросами приходят к нотариусу, поскольку договариваются... Чтобы не было конфликта, да? Конечно, конечно, потому что если есть конфликт, это уже изначально не может быть нотариального соглашения, если есть конфликт и неудовлетворенность какой-то стороной. Это только в судебном порядке может решить. А нотариус решает вопросы только в сфере бесспорного права, то есть когда обоюдно достигли соглашения по всем условиям сделки. Соглашение – это тоже сделка, поэтому здесь нужно достигнуть обоюдного договоренности по всем условиям. Как говорится, да, договориться на этом. Спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, 202-11-22, телефонный студии. Звоните, задавайте свои вопросы нотариусу Красноярского района Портновой Ольге Александровне, 202-11-22, но и также телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области, где по любым нотариальным вопросам вы можете получить консультацию. Ну что же, продолжаем нашу интересную тему. В каких случаях, на какой срок можно заключить соглашение об элементах? Ну, как я уже сказала ранее, данное соглашение заключается в отношении нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи. То есть, соответственно, когда возникает такая необходимость, да, или возникает такой момент, когда кто-то достигает нетрудоспособного возраста, пожилые родители, да, либо, наоборот, это несовершеннолетние дети появляются в семье, и потом возникает вопрос об их содержании. Вот, скажем так, когда есть необходимость подумать о заключении алиментного соглашения. Сроки оговариваются сторонами и предусматриваются сторонами. Если берем, например, алиментные соглашения по плате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, то здесь у нас это соглашение будет заключаться до достижения совершеннолетия. 18 лет. 18 лет, да, совершенно верно. Хорошо, спасибо. Ну вот само слово алименты ассоциируется все равно, да, согласитесь, с ситуацией развода родителями несовершеннолетнего ребенка. Ну, понятно, что они могут являться сторонами алиментного соглашения. А вот кто еще может являться стороной алиментного соглашения? Да, совершенно правильно вы заметили, что наиболее часто, ну, как на слуху, да, известно, распространены это соглашение об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Но, тем не менее, в Семейном кодексе у нас есть еще несколько категорий граждан, которые обязаны уплачивать алименты, и, в свою очередь, категория граждан, которые имеют право на получение алиментов. Здесь, опять же, подчеркнем, это родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, соответственно, трудоспособные у нас родители содержат своих детей и уплачивают алименты на содержание до совершеннолетия этих лиц. Также право на получение алиментов от своих родителей имеют нетрудоспособные совершеннолетние дети, которые обучаются по очной форме в образовательных учреждениях до окончания ими обучения в этом учреждении, либо до достижения 23 лет. То есть 23 года — это порог, да, студенты. Также семейным кодексом предусмотрено, что трудоспособные дети обязаны содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся родителей. Поэтому также у нас здесь могут быть стороной алиментных соглашений это нетрудоспособные родители с трудоспособными детьми. А что здесь имеется в виду под словом нетрудоспособные? Это родители пенсионера, которые не работают, либо которые не могут в силу состояния своего здоровья работать. Да, здесь и то, и другое. То есть у нас нетрудоспособные пенсионеры по возрасту, а также могут в силу состояния здоровья, возможно, инвалидность какая-то есть, увечья какие-то у гражданины он не может даже в силу своего трудоспособного возраста еще, но не может работать и получать достойное содержание. Поэтому он может заключить соглашение со своими трудоспособными детьми, если такая есть необходимость. Спасибо. Мы работаем в прямом эфире и ждем по-прежнему ваших вопросов по телефону 202-11-22. Дозванивайтесь к нам в студию и задавайте свои интересующие, конечно, ваши вопросы. Да, конечно, Ольга Александровна. Да, тут еще хотелось бы продолжить, потому что там такой достаточно обширный перечень они на самом деле редко встречаются, но, тем не менее, имеют право. Да, должны знать об этом, конечно. Это также у нас супруги обязаны поддерживать друг друга и имеют право на получение алиментов нетрудоспособные супруги, нетрудоспособный нуждающийся супруг, жена во время беременности и в течение трех лет после рождения общего ребенка. Также... Сейчас имеете в виду... В браке состоящие. Да, состоящие браки. Супруг, супруга от супруга. А также нуждающийся супруг, который осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом. То есть тоже может в силу того, хоть и имеет трудоспособный возраст и возможность работать в силу своих физических качеств, но не имеет такой возможности, поскольку осуществляет уход за ребенком-инвалидом и также имеет право на получение алиментных платежей от второго супруга, если так в семье сложилось и какие-то сложности существуют. Примем звонок или продолжим? Да? Давайте примем. Дозвонился телезритель. Алло, говорите, вы в прямом эфире территории права. Слушаем. Алло. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Алло. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мужчина, он инвалид второй группы, ему 78 лет. Но так как пенсии ему будет не хватать, это по инвалидности, там нарекаются на прочее, он может подать на алименты своих детей? Да. Нужно еще продолжение? Нет, не нужно. Спасибо вам за звонок. Да, то есть, как мы уже сказали, в Семейном кодексе предусмотрена обязанность своих трудоспособных детей по содержанию своих нетрудоспособных родителей. Поэтому, если такой гражданин обратится к своим детям, и они пойдут и заключат соглашение, они могут это сделать в добровольном порядке. Если же он хочет обратиться за помощью к своим детям, за алиментными платежами, но по каким-то причинам они не достигают каких-то договоренностей, то он может обратиться и в судебном порядке, постараться решить этот вопрос. Вопрос будет рассматриваться и учитываться и материальное положение, и семейное положение, то есть того лица, к которому будут предъявлены требования по уплате алимента. То есть это тоже суд будет учитывать при решении и назначении вот этих алиментных платежей. Поэтому тут уже вопрос будет судебный. В добровольном порядке они имеют право прийти и заключить соглашение на тех условиях, на которых они... То есть ответ здесь однозначно утвердительный. Да, право имеют. Право имеют, да. Хорошо, продолжим перечислять категории и ждем ваших вопросов, уважаемые зрители. Также имеют право на содержание бывшей супруги. Бывшая супруги – это бывшая жена в период беременности, в течение трех лет после рождения общего ребенка. Также может получиться, что развелись, а жена беременная. И на этот момент она также может потребовать содержания бывшего супруга. Нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком и инвалидом. Также имеет право на содержание. То есть независимо от того, стал, что он бывшим супругом. И нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Также попадает в категорию лица, который может обратиться за получением алиментных платежей. И еще один из бывших супругов, скажем так, нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее, чем через пять лет с момента расторжения брака. Если супруги состояли в браке длительное время, то есть развелись уже в таком преклонном возрасте, но тем не менее имеет право обратиться. Да, это достаточно редкие категории, которые обращаются, но в жизни у нас всякое бывает. Также в Семейном кодексе предусмотрено право несовершеннолетних нуждающихся братьев-сестер. Если они не могут получать содержание от своих родителей, то братья и сестры также могут быть плательщиками и получателями алиментов. Несовершеннолетние нуждающиеся внуки, которые не получают от своих родителей содержание, могут получать такое содержание от бабушек-дедушек. И, соответственно, бабушки-дедушки нетрудоспособные могут к внукам своим предъявлять требования. Да, естественно, совершеннолетним трудоспособным, если они не получают от своих детей помощи и содержание. И, опять же, если это вопрос в добровольном порядке, это все не приходит, нотариус заключает соглашение. Если нет, то тогда это в судебном порядке рассматривается вопрос, учитывая все аспекты нуждаемости, материального положения той и другой страны. То есть вопрос не простой, да, внука назначается, какая-то комиссия, которая все это проверяет. Сбор каких-то документов необходимых, подтверждений, свидетельств и так далее. Спасибо. У нас есть звонок. Алло, говорите, вы в эфире программы «Территория права». Мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, говорите. Скажите, пожалуйста, ответить мне на такой вопрос. Мы живем мужем, очень пожилые люди, и мы свою квартиру Дарстина оформили на внука. Ну, оформили в нотариальной конторе, все вроде у Халькиной, все вроде нормально. И вдруг я читаю в газете, что там какой-то должен был документ даваться ему, а сейчас не дается. Это один вопрос. И второй вопрос. Мы вот живем с мужем вдвоем, мы прописанные в этой квартире, и платим все коммунальные услуги. А внук живет отдельно. Это ничего, что мы вот не пошли там, еще куда-то мы должны сказать, что мы внуку сделали даршин. Ну, например, в жеву. Должны об этом сказать или нет? Спасибо большое. Я думаю, что вопрос понятен. Да, понятен. Не совсем ясно, какую еще бумагу хотят получить. Если нотариально удостоверили договор, этот договор должен пройти государственную регистрацию. Договор дарения. Купли-продажи, неважно. То есть любой договор, который связан с переходом права на недвижимое имущество, он должен пройти, он должен быть предъявлен для регистрации перехода права на такое недвижимое имущество. И только с этого... Нотариус может по просьбе сторон представить на государственную регистрацию. Но если стороны с такой просьбой к нотариусу не обратились, то стороны сами должны представить его на регистрацию. Я думаю, что об этом документе можно говорить. Возможно, но нотариус, как правило, всегда, естественно, и сам разъясняет, и в договоре это отражается, что необходимо произвести государственную регистрацию перехода права, для чего документ должен быть представлен в соответствующий орган. Ольга Александровна, если вот речь сейчас идет об этом документе, что нужно сделать телезрителям? Нужно обратиться в любой центр МФЦ, так называемый многофункциональный центр, и представить на регистрацию. После этого будет выдана выписка, подтверждающая регистрацию права уже на нового собственника, на внука. По поводу ходить в ЖЭК или какие-то другие организации, естественно, поскольку сейчас там лицевые счета открыты на прежних собственников, все вот эти квитанции по коммунальным услугам приходят на них. Естественно, чтобы эти счета приходили на нового собственника, нужно документ представить в соответствующую организацию, которая занимается вот этими документами. То есть сначала переоформляется право на внука в соответствии, потом уже счета придут на него, и он будет платить. Нет, ну, нужно будет представить этот документ в ЖЭК, чтобы были перезаключены договоры, я полагаю, так. Поэтому в этом вопрос, наверное, все сейчас. По поводу того, что они платят, да, ну, здесь уже, и что они там живут, а внук проживает в другом месте, ну, проживать можно где угодно, бремя содержания имущества, это собственник должен содержать. Поэтому по закону внук должен оплачивать, если стороны договорились, что платят те, кто живут, ну, право их. Спасибо большое. Принимаем очередного дозвонившегося. Говорите, алло. Говорите, вы в прямом эфире. Послушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем. Я бы хотела такой вопрос задать. У моей подруги умер гражданский муж, которому она прожила 30 лет. Вопрос. И нужно собрать, значит, от трех соседей подтверждение, что она там жива эти 30 лет, с ним вместе была совместное хозяйство и все прочее. Это материально нужно заверять или нет? Спасибо большое. Вопрос понятия. На будущее, уважаемые телезрители, формулируйте четко вопросы, чтобы нотариус четко ответил на ваши вопросы. Ну, в данном ситуации, во-первых, она, гражданская супруга, не является наследницей, если речь к этому подводится. Если брак не зарегистрирован, то супруга в данном случае на крадо наследования не имеет. Только если имеется завещание. Сбор каких-либо свидетельских показаний, что она прожила там более 30 лет и они вели совместное хозяйство, это только для суда. Но, насколько я знаю, суды в таком случае тоже сейчас не признают фактических брачных отношений. Поскольку есть у нас институт брака, который предусматривает регистрацию брачных отношений. Если требуется в судебном порядке подтвердить свидетельские показания, то, по-хорошему, граждане, которые подтверждают, они должны прибыть в суд и в суде заявить то, что они подтверждают. А нотариально, ну, если только какое-то заявление может быть заверено, подлинность подписи заверит нотариус на заявление. Ну, я так думаю, что... При этом не свидетельствуя никакие факты, ничего. Я думаю, что это не нужно. Ну, нужно узнать, возможно ли было завещание. Здесь тогда много всего... Да, может быть, было действительно завещание, обратиться к нотариусу, к любому, которому удобно, близко там, около работы или около дома, и попробовать выяснить этот вопрос. Возможно, это снимет все остальные вопросы. Спасибо большое. Не могу с вами не согласиться. Принимаем очередного дозвонившегося. Алло, говорите, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Дело в том, что два года назад, ну, вы знаете, что сейчас к инвалидным пенсионерам подъезжаются так называемые черные риэлторы. И вот со мной это случилось. И мне пришлось срочно оформлять застанную квартиру на сестру свою. Все льготы, которые я пользуюсь, все осталось. Но льготы на оплату капитального ремонта мне отказали. Правильно ли это? Ну, не совсем вопрос к нотариусу. Да, наверное, вопрос не совсем к нотариусу, но в любом случае бремя содержания, как я уже сегодня говорила, недвижимого имущества, несут собственники. Поэтому если собственник не обладает какими-то льготами, то, естественно, льготы ему предоставляться не будут. Да, более чем понятно. Спасибо большое. 202.11.22, телефона прямого эфира в студии. У нас есть еще время. Дозвоните, пожалуйста, уважаемые телезрители. Но мы продолжаем тему об уплате алиментов соглашения. Ольга Александровна, а кто определяет размер алиментов, подлежащих к уплате по алиментному соглашению? И как, собственно, определяется размер платежей? Из чего он исходит? Из чего он высчитывается? Размер алиментных платежей определяется сторонами. То есть если стороны пришли к соглашению добровольно заключить подобный документ, то они и договариваются, какие будут условия в этом документе отражены, какой будет размер алиментных платежей. Единственное, что законодатель определил для соглашений, который заключается на совершении несовершеннолетних детей, минимальный размер, меньше которого не может быть установлен даже в соглашении, которое заключается в добровольном порядке. То есть вы имеете в виду 25% от дохода? Это сейчас имеется в виду? Да, то есть размер алиментов, который будет уплачиваться на несовершеннолетнего ребенка, если на одного несовершеннолетнего, он не может быть ниже 1 четвертой от дохода. От дохода. От дохода, да. Доход, я извиняюсь, может быть не только заработной платой, но доход может быть еще иной и посторонний. Иной и посторонний может быть. А как доказать это, что он есть? Доход? Да. Документы представить соответствующие. То есть или это будет справка с организацией, в которой работает официально гражданин, или это, возможно, налоговая декларация, которую обязаны граждане подавать. Так у меня логичный вопрос. Следом, а кто запрашивает эти документы? Ведь от этого документа, от этих порой и зависит сумма, то есть, да, уплачиваемых алиментов? Уплачивали, если бы рассматривалось дело в судебном порядке. Соответственно, нотариус при удостоверении такого соглашения, что во избежание заключения каких-то мнимых или кабальных сделок, все-таки истребует документ, подтверждающий доход плательщика алиментов. То есть, как я уже сказала, либо это справка о доходах с организацией по форме 2НДФЛ, либо это налоговая декларация, либо это справки о получении социальных выплат. Если от глаза нотариуса ничего не скроет все равно? Ну, конечно, нотариус в любом случае не может выяснить, скажем так, все-все-все, да, если граждане скрывают какие-то свои доходы, да, но в любом случае при заключении такого соглашения нотариус в обязательном порядке разъясняет соответствующие статьи и объясняет последствия, что если вдруг потом выявится, что доход иной и сумма платежей, которые проходят по соглашению, удостоверенно нотариально занижено, то это соглашение может быть признано недействительным и, соответственно, пересмотрено в судебном порядке. Поэтому вопрос такой щепетельный, и, естественно, это все разъясняется гражданам. Спасибо большое. Возьмем звонок. Алло, говорите, вы еще на линии. Извините, что мы вас долго держали, но тема, сам понимаете, интересная. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на пенсии нахожусь. С мужем укражили в браке в 15 лет. Получили совместное жилье. Четыре года назад он ушел в квартиры. Развелись, естественно. Вот сейчас я живу в квартире одна. Но не коммунальные услуги платить тяжело. Он оплачивать ничего не желает. И в содержании жилья он не участвует. Где он находится, я тоже не имею понятия. Что он мне делает? Как быть? Я на пенсии болею. Пенсия у меня не очень большая. Держать мне жилье очень тяжело. Квартира на кого оформлена? Еще раз. А повторите? Жилье оформлено у нас не одна вторая, у каждого пополам. Общие совместные. Спасибо. Есть ответ, Ольга Александровна, такой непростой ситуации? Ну, скажем так, опять же возвращаемся, что каждый должен оплачивать свои платежи, которые требует закон. Если та сторона не уплачивает суммы, которые с него необходимо взыскивать за коммунальное содержание квартиры и оплачивает все лицо, которое там непосредственно проживает, то этот вопрос должен решаться между ними. Обращаться либо ей к нему непосредственно, чтобы он уплачивал, либо в судебном порядке, либо в добровольном порядке, возмещение тех затрат, которые она понесла по содержанию этого имущества. То есть право есть на это? Право есть. Ну, другой вопрос, что как теледерительница заявила, что она не знает, где он находится и где его искать. То есть тут вопрос сложности, наверное, вот в этом больше найти человека. Здесь, наверное, сначала нужно обратиться в правоохранительный орган, да, или потом уже в суд. Да, потом решать вопрос о содержании и пользовании этим жильем. То есть она пользуется этим жильем, он не пользуется. Ну, как бы с одной стороны, вроде бы она пользуется и платит. Это тоже, как бы, логично многие рассуждают именно так, что, ну, вы же живете, мы же вам не мешаем, но платите и тогда и наши коммунальные. То есть в любом случае этот вопрос надо решать обоюдно. Если не получается, то в судебном порядке. Спасибо. А мы принимаем еще один вопрос и слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня одна, то есть моя была квартира, одна мужа. Четыре года, четыре года назад он сделал на Меотарске, но сейчас он умирает. У него, он платил алименты, ребенку 12 лет, они, я собственный квартир четыре года назад, вот это вот, не разберется, ничего. Спасибо. Вопрос понятен, да? Если он при жизни, да, подарил свое имущество, то собственником стал уже она сама, супруга, да, при жизни, и, как бы, это имущество, оно не идет в наследственную массу, да, поэтому не пойдет. А вот бремя выплаты алиментов здесь на супругу не возлагается никаким образом? Нет, то есть у нас прекращаются алиментные обязательства с момента смерти плательщика, то есть все прекратилось. Спасибо большое. У нас осталось буквально одна, две минутки до конца нашего разговора. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, но тем не менее, подведем итог нашей сегодняшней темы. Какие основные моменты все-таки нужно знать и учитывать, если вдруг стороны пришли к соглашению сделать соглашение о уплате алиментов? Ну, наверное, прежде всего, если граждане добровольно решили вопросы, заключить соглашение об уплате алиментов, конечно же, надо обратиться к нотариусу для консультации и разъяснения всех вопросов, какие возникают при этом. Нотариус сообщит, какие необходимо представить документы для оформления данного соглашения и разъяснит последствия данной сделки. Вот мы, кстати, не успели сегодня сказать о способах уплаты алиментов. Вот какие именно способы нужно предусмотреть? Официальные либо неофициальные? Способы также граждане предусматриваются настоятельно. Да, это может быть один из способов, которые перечислены в семейном кодексе. Может быть несколько способов сразу. То есть это могут быть процентное соотношение к заработной плате или к доходу. Либо это может быть твердая денежная сумма, которая уплачивается ежемесячно. Либо это может быть уплата алиментов в порядке передачи какого-то недвижимого имущества в счет уплаты алиментов. Либо могут комбинироваться несколько способов. Это все зависит от желания сторон. Скажите, вот эти условия, которые будут прописаны в этом соглашении, они должны неукостнительно выполняться? Ну, естественно. Это обязательства, которые принимают сторону на себя, должны быть выполнены. Ну что же, спасибо большое. Тема, безусловно, интересная. И мы к ней, я думаю, что не раз еще вернемся. Тем более, что вопросы у нас еще по этой теме остались. Я благодарю вас, Ольгу Александровну, за участие в передаче, за ваши квалифицированные, как всегда, ответы. Спасибо. Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Увидимся. Следите за нашими анонсами. Всего хорошего. Будьте здоровы. Продолжение следует...